Всем привет! Вы на канале Украинки, которая сейчас находится в Германии. Ребята, в Германии я работаю и изучаю язык. Я знаю, что у меня на канале есть зрители, которые хотят видеть Дрезден. Я очень сильно люблю снимать вечерний город, и вот поэтому сейчас я включила камеру. Это район называется Альцпишен. Да, почему я здесь? Я еду на курсы. У меня есть несколько минут, которые я могу потратить на видеосъемку. Здесь вот недалеко находится остановка 13-го трамвая. Вот если по этой улице дальше ехать, то будет Радхаус Пишен, где я получала прописку в Дрездене, когда приехала в Дрезден жить и работать. Так, там у нас идет 9-й трамвай. Это не мой трамвай, значит, у меня есть время. Здесь вот такая симпатичная Бекерай кофе. Здесь можно выпить кофе, скушать какую-нибудь вкусняшку. Я здесь не один раз была. Здесь вот аптека, в которой очень часто я бываю. Через дорогу, получается, река. К реке, к сожалению, я не пойду, потому что я потом не успею добежать на трамвай. Симпатичный очень такой райончик. Хотя здесь, конечно же, оживленное движение. Архитектурных достопримечательностей здесь особых нет. Но, тем не менее, место очень красивое и хорошее. Вот. Ну, не знаю, в аптеку мне не надо идти, не надо там ничего вам показывать. Ну, жалко, конечно. Я бы сиганула сейчас к реке, но, к сожалению, не могу. Вот. Кто соскучился по Дрездену, кто скучает по Дрездену, Пожалуйста, наслаждайтесь этим прекрасным городом. А вот, по-моему, идет тринадцатый трамвай. Все, ребята, я побежала. Прошу прощения. Спешу на курсы. Так, ребята, продолжение видео. Вечер пятницы. Следующий день. Нас сегодня немножко припорошило снежком. Совсем-совсем чуть-чуть. Потеплело, значительно потеплело. Где-то минус один, плюс один. Ну, может быть, сейчас в Дрездене ноль. Я собралась выйти в магазин. Вот. И, кстати говоря, хочу вам показать, потому что все говорят, все, кто живут в Германии, что в Германии очень рано заканчиваются рождественские праздники. Ну, получается, что не у всех, скорее всего, да? Вот видите, там окошки. Там работает еще новогодняя гирлянда. Это значит, что люди еще живут, скажем так, воспоминанием уже ушедшего праздника. Напротив меня дом горят еще рождественские звезды. Я сегодня опять была в квартире не одна. У меня были мои коллеги. Они были практически целый день, где-то с 8 утра до полшестого вечера. Но сегодня у меня был нормальный доступ на кухню. Я смогла себе приготовить обед. Я, конечно, ничего не снимала, потому что, в принципе, ничего интересного не происходило. Ну, и чтобы вы мне не писали, что у меня одна еда на канале, да, вот, то я решила сегодня поснимать побольше вечернего Дрездена. Так, сейчас машина проедет, а я перейду на другую сторону. Вот. Хотела попутешествовать сегодня, но не получилось. У меня что-то, что-то, что-то разболелось. Вот. Я выпила таблетку и прямо испугалась, потому что это перед выходными. И, ну, короче говоря, не знаю. В общем, наконец-то ибупрофен мне помог. Не знаю, как надолго. Хотелось бы, чтобы навсегда. И чтобы эта проблема у меня пока что не возникала, потому что как-то, ну, совсем не время, совсем не своевременно. Если, конечно, ой-ой-ой, я не знаю, что это будет. Потому что, потому что. Ладно. Не буду лихо, пока тихо. Как-то так. Вот. Заснула и никуда не поехала. Никуда не пошла, никуда не поехала. Сейчас вот хочу сходить в Кауфланд. Мне кое-что надо подкупить. Потому что, если все нормально, если будет все хорошо, то завтра я уеду из Дрездена. Вот. Ну, а если ненормально, то мне тогда придется искать дежурного врача и решать свою проблему. По крайней мере, начинать ее пытаться решать. Как-то так. Вот. Поэтому, ну, кто... Жил в Дрездене. Вот. Вы узнаете этот район. Вы поймете, где я снимаю. Это недалеко от вас. Я специально не называю имя женщины или девушки. К сожалению, не знаю. Молоды вы. Ну, женщины всегда молоды. Это вообще не обсуждается тема. Вот. Но, тем не менее. Да. Как-то так. Сейчас вы где-то живете в районе Франкфурта на Майне. Вы мне писали, как городок называется. Знаю. Знаю, как он называется. Слышала про такой город. И забыла вам, кстати, в комментарии написать, что мне очень сильно понравился Геленхаузен. Я была в Геленхаузене. Меня туда возили. Вот. И, короче, Геленхаузен я очень сильно тоже полюбила. Как-то так. Все, ребята. Там вот как раз спортивный зал. Вот. Но мне надо сейчас бегом-бегом-бегом-бегом. Может, в кафтинге еще кое-что поснимаю. Что-то будет интересненькое. Вот. Что куплю, поделюсь. Но покупки у меня будут совершенно небольшие. Все-таки, если я завтра поеду, вы узнаете, куда. Вот. Я с вами обязательно поделюсь. То мне надо купить водички в дорогу. И поскольку в воскресенье, то на воскресенье у меня тоже должна быть вода. Вот, кстати, еще одно свидетельство того, что праздник еще продолжается. Видите? Символ Рождества. Да-да-да. Такой вот, как это называется, типа как имитирует подсвечник. Это чисто вот такое вот немецкое, или даже больше саксонское. Потому что это же район Рудных гор. Да, как-то так. Вот, все. Пока что... Ну, пока что так. Пока что я выключаю камеру. Я вышла ближе к Ауфланду. Здесь нормальный свет. Что вам хотела сказать? Завтра я утром выпущу это видео. Может быть, кто-то живет в Радеберге. Есть такая информация, что завтра в Радеберге в 16.00 будет сожжение елок. Будет проходить процедура сожжения елок. Можете загуглить, посмотреть, уточнить, по какому адресу это будет все происходить. Вот. И там, я не знаю, шутка, не шутка, но это в группе у украинцев. Девочка сбрасывала информацию, что... Короче, принеси елку, получи кружку горячего напитка бесплатно. Так что, у кого, может быть, осталась елка, кто живет в Радеберге, пожалуйста, можете испытать. Вот. И заодно посмотреть, что такое процедура сжигания елок в Германии. Ну, в общем, если это правда, если это так и есть, если это не шутка, то должно быть неплохо и интересно. Все, я побежала в Кауфланд. Так, ребята, Кауфланд. Я уже не сдержалась. Купила кое-что. Заплачу на кассе, а потом покажу. Так, пришла, хочу посмотреть огурчики. У меня Анечка, которая в Дрездене живет. Ань, еще эти огурцы. А где они? Анема. Кауфландские огурцы, которые хорошие считаются. И что мне теперь делать? Ой, анема. А, вот они, наверное. Вот они, да. Вот они. Угу. Это они. Ты, по-моему, в красной банке показывала. Ладно, сейчас посмотрим, разберемся. Должны быть корнишоны. Кстати говоря, говорят, что немцы не едят борщ. Ну, борщ они, конечно, не едят. А вот солянка у них есть, ребята. Причем своя. Я думаю, что она отличается от нашей солянки. Она не такая. Я в этом уверена. Вот еще, смотрите, соляночка есть. Вот такая вот на нее цена. Ну, зачем я буду покупать солянку, которая уже готова, если я сама сварю не хуже. Вот есть еще гуляш. Ну, это немножко не то, что мы варим. Это все-таки не суп. Для нас солянка это что-то типа супа, ну, первого. А здесь что-то среднее между первым и вторым. Да. Как-то так. Но есть, видите, тоже там и огурчики, и колбаска есть. В общем, как-то так. Все есть. Вот. Даже есть какой-то деликатестерин гуляш. Гуляш с говядиной. Угу. Никогда не покупала, кстати. Так, вернулась в Скауфланд. И сейчас вам покажу, что купила. Ребят, кому не нравится обзор покупок, можете не смотреть. Я специально это видео включу название обзор покупок, чтобы те, которые не любят такой, скажем так, момент в жизни, тем, кому не нравятся обзоры покупок, чтобы вы просто не заходили и не смотрели. И не писали мне после этого негативные комментарии, что вам что-то не нравится. Потому что я никого не обманываю. Что купила в Кауфланде? Санечкой связалась. Написала ей Viber. И она мне солнышко ясное подсказала. Она давно живет в Дрездене. Вот. У нее, кстати, тоже есть свой канал. Называется Анна в Германии. Кто захочет, может зайти к ней посмотреть. Девочка украинка. Вот. Родом из Запорожья. Замужем здесь. У нее здесь детки есть. Семья. Вот. И вот она мне, как палочка-выручалочка, подсказывает. Смотрю иногда ее видео. Вот. И вижу, что она покупает. Вот. Увидела у нее огурчики такие. Сказала, что эти огурцы без уксуса. Показываю вам ближе. Ну, вернее, как. Что здесь небольшое количество уксуса, наверное, есть. И что они хорошие. Корнишончики такие. Я попробую. Потом вам скажу, понравились или нет. Дальше. У меня закончились или заканчивается осталось всего лишь одно яблоко с Польши. И по акции в Карфланде сегодня вот были такие голден по евро 99. Ребята, здесь такие цены на яблоки. В Германии яблоки дорогие. Там еще много разных было сортов. Но я люблю очень сильно именно голден. Поэтому купила их на евро 87. Практически килограмм. Так. Дальше. Что еще? Мой любимый майонез. В количестве трех баночек. В количестве трех штук. Вот так он выглядит. Вот. Евро 0,9. У него постоянная такая цена. Цена не меняется уже очень долгое время. Так. Откладываем майонез. Так. Дальше. Хлеб. Поскольку суббота, воскресенье во впереди. Вот такие вот две темные булочки. Никогда не покупала. Не знаю, что это такое. В общем, решила взять и попробовать. В Германии такое количество хлеба. Пекарни. Вот даже в Кауфленде. Потому что Кауфленд продает. Это как называется собственная пекарня. А если зайти в какую-то бекарай, там вообще глаза разбегаются. Причем и с семечками, и без семечек. И с какими-то добавками. И с такой мукой. И с такой мукой. И с цельностражерновой. И белой. И серой. Какой только хочешь хлеб. И хлеб очень-очень вкусный в Германии. Это правда. Так и есть. Хотя в Украине хлеб тоже вкусный. А то мне еще напишут, что... Короче, любители, писатели, дорогие. Дальше. Кефир. Вот такой вот. Немецкий. 3,5% жирности. Люблю такой кефир. Он мне очень сильно нравится. Дальше. В дорогу. В себе. На воскресенье. Если все нормально. Если я уеду, конечно. Три бутылки воды. Ну, такая вот вода. Я все время вам ее показываю. Знаете, не знаете. У кого может быть повышенная кислотность. Вот эта вот водичка без газа. Самое оно. Да. Из таблеточек. Но если, конечно, нужны таблетки, то это уже врачу. Вот. И вишенка на тортике. Да. Алкоголики процветают на канале у меня. Я шучу, конечно. А то мне писали, что у меня там этот вид с бодуна в Париже. После новогодней ночи. Ну, может и был. И пила с шамбанской. Ну, дело такое. Как бы так. У меня один раз в году. А у вас, может быть, кто написал это. Кругломесячное. Или кругло это как-то называется. Еженедельно. Вот. Купила себе вот такое вот винцо. Оно сухое. Видите, написано трокон. Белое это не пить, не употреблять, не сюда. Это для рецепта. Когда буду готовить, когда наконец-то решусь, вот. Вот тогда с вами поделюсь этим рецептом. Главное, чтобы у меня еще все получилось. То, что я задумала. Все, ребята. Как-то так. Буду заканчивать этот влог. Традиционно в конце каждого видео я всегда обращаюсь к своим зрителям. И посылаю молитвы на украинском языке. Своей родной Украине, как всегда, божаю скорейшего миру. Как-найскорейше тихих и спокойных днів и ночей. Чтобы все у нас наконец-то стало доброе. Чтобы все у нас наконец-то стало гаразд. И бережи, Боже, каждого, кто сейчас в Украине. Всем пока-пока.